Я согласен с Путиным, когда он сказал, что идет борьба на повышение ставок, что они хотят, если вдруг будут переговоры, выиграть более сильную позицию. Так и Запад говорит, в Украине об этом мечтают. Но встает другой вопрос. В такой ситуации и подобных, кто с ним будет вести переговоры? Поэтому идти на повышение ставок своего авторитета, более выгодное положение за столом переговоров занять, это неправильно, это не тот случай. Это классика, но она не подходит в этой борьбе между огромной империей, которая точно еще не начала по-настоящему воевать. В настоящий момент, по большому счету, говорить о том, что на Украине есть с кем разговаривать, это неправильно. Потому что реальность такова, что сегодняшняя власть, по сути, нелегитимна. Договариваться с ней, наверное, себе дороже. По одной простой причине, что я сам себе хозяин, хозяин собственного слова. Сегодня его дал, завтра взял, и под это все есть возможности. Наверное, самое главное, а стоит ли договариваться? Ведь обратите внимание, перед тем, как начались события в Курской области, приблизительно месяца два шел разговор о скорых переговорах между Украиной и Россией, о том, что созданы условия. И на тот момент мы говорили о том, что, ну, надежда была, в общем-то, надежда всегда умирает последней. Но на тот момент была определенная, такая призрачная, наверное, надежда о том, что появились мозги, появились определенные мысли, что на самом деле пора садиться за стол переговоров, а поскольку эта мысль транслировалась постоянно и руководством нашей страны, Республики Беларусь, об этом начали говорить и в российском информационном поле. Вспомните, это не так давно было. И, в общем-то, исходя из информационной повестки, было определенное ожидание встречных шагов сторон. Шел разговор о том, что договариваются в Эмиратах, договариваются в Турции, запущен какой-то процесс, начались какие-то в Европе высказывания политиков о том, что, наверное, пришло время пересмотреть позицию и найти точки соприкосновения. То есть, в общем-то, были запущены какие-то механизмы, потому что они были, в общем-то, скоординированы, и идея переговоров витала в воздухе, скажем так. Но события в Курской области показали, что все это блеф. И вся вот эта риторика, которая была запущена в информационном пространстве и запущена политиками, это, в общем-то, была дымовая завеса для того, чтобы успокоить противника, провести мероприятие, позволяющее запутать сознание лиц, принимающих решения, и, в общем-то, подготовить вот это вторжение в Курской области. Я не один раз говорил уже, что Украина частенько использует номерологию. Вот обратите внимание, 6-го числа, 6-го августа, это когда-то была бомбардировка Хиросимы Соединенными Штатами в 1945 году. И для США это было такое значимое событие. Ведь на самом деле впервые в истории человечества использовано ядерное оружие. Именно в этот день. Для США они до сих пор не перед кем не извинились, не признали, что это, в общем-то, можно было и не делать. И это для них, ну, какая-то победа на уровне подсознания даже для каждого американца. Мы первые, мы всемогущие, мы можем делать все, что хочешь. Мне кажется, что вот эта параллель использования 6-го числа и потом и 9-го числа, когда очередные были удары всего по этим цифрам, в какой-то мере подсказана была Киеву теми же Соединенными Штатами. Ну, а поскольку господин Зеленский очень, так скажем, хороший пиарщик и умеет использовать любые моменты в собственных интересах, на мой взгляд, его специалисты за это ухватились и параллели были соответствующие проведены. Такие мероприятия за минуту не готовятся. Соответственно, были проведены подготовительные все этапы, была проведена подготовка людей, соответствующие разработанные планы, военные планы, обеспечивающие мероприятия, в том числе в полном объеме боеприпасы, ракеты, вывод сил и средств, подготовка людей, подготовка информационного пространства. Мы уже говорили об этом, что введение противника в заблуждение. Все это было сделано заранее. Итог, что они хотели достигнуть, на мой взгляд, тут просто и не надо уходить в конспирологию. Была четкая попытка показа возможностей Украины по дальнейшему ведению боевых действий. Это первая составляющая. Вторая составляющая. Эскалация конфликта и попытка достичь преимуществ на этом направлении, тактических, только тактических преимуществ. А цель всего этого действия однозначно продемонстрировать тем, кто заказывает музыку, что Украина способна решать задачи и дальше. И по большому счету в первый момент они этого достигли. Ведь посмотрите, все средства массовой информации, мировые, они подхватили эту новость. Она была распиарена. Было рассказано о том, что Украина пошла в очередное наступление и решит задачи. Потом были нанесены удары по Курской атомной станции. И все знают, что данный реактор можно поразить. Они идентичны с Чернобыльским. Поэтому не имея серьезной степени защиты и по большому счету при определенных попаданиях можно достичь определенных вопросов, связанных с разрушением. И это имело бы очень серьезные последствия. В первую очередь с точки зрения информационной составляющей. Россияне не могут обеспечить сохранность собственных людей, собственных территорий и собственных объектов стратегических. Если бы, не дай бог, это произошло, ну здесь можно играть очень конкретно на информационном поле, распиаривать это направление. И если бы, так скажем, углубление на территорию России не было 15-20 километров, а хотя бы 100 километров, или, так скажем, 60 дойти хотя бы до Курской атомной станции, Курчатова, то здесь результаты могли бы быть совершенно другие. Потому что с Земли нанести непоправимый ущерб атомной станции значительно проще, чем с помощью беспилотных средств, самолетов и так далее. То, что имеется в распоряжении, так скажем, Украины, это не тот, так скажем, набор средств, который может позволить сделать Армагеддон. А вот с Земли это возможно. И тогда вся эта площадь, весь этот район и с ним прилегающий, могли бы получить очень серьезные проблемы. Получила бы их Россия, и эскалация конфликта поднялась бы на другую совершенно высоту. Самое страшное заключается в том, что аналитики западные не до конца допонимают сегодня. Или уровень уже стал послабже, или, может быть, оторвались они слишком от славянских, так скажем, народов. Но этот подход, эти мероприятия привели к консолидации людей. То, чего они не ожидали. И самое главное, что на эти направления не были перекинуты силы и средства России из других направлений. Плюс четко была выстроена позиция Беларуси с точки зрения обеспечения, выполнения своих союзнических обязательств. Части касающихся беспилотных средств, которые шли через нашу территорию 9 августа. И четкая позиция Беларуси, уничтожение этих объектов, доведение информации до своих союзников. И, соответственно, попытка воздушного удара тоже инициирована. Что сегодня? А сегодня мы опять начинаем с нулевых позиций. Разговор о мире сегодня нереален. И об этом говорят, как российские руководства, руководители всех уровней. Начиная от президента Владимира Владимировича Путина. Заканчивая, наверное, военных. Хотя военные, в общем-то, выполняют задачу, и они ее выполнят. Но гибель мирных жителей, переход на территорию России – это мощнейший идеологический посыл для всего российского общества. И вы обратите внимание, что количество людей, которые пошли на войну в качестве добровольцев, существенно увеличилось. Если раньше это было по оценкам 1200-1300 в день, то сейчас это 1500 и больше. Люди осознали, что это далекая война, совсем недалекая. И те механизмы, которые сегодня запущены, они направлены на дно – на уничтожение русского народа. На уничтожение России как самостоятельного государства. И до тех, до кого это не доходило, и речь шла о том, что вот Донецк, вроде как Россия когда-то был, а вроде как и Украина. Некоторые ее воспринимали как не свою войну. И до сих пор еще, в общем-то, есть такие представители, в том числе и русского народа, которые не в полном объеме осознают эти вопросы. А это уже проще. Это Курская область. Это россияне, которые живут испокон веков на собственной земле. Ни на кого не нападают. Никаких вопросов, так скажем, не пытаются решать. Но их заставляют сегодня, в 21 веке, бежать из собственных мест проживания, гибнуть, спасать детей, как когда-то, 80 лет назад. Это было уже в нашей истории. Сегодня стоит говорить о следующем. Россия четко понимает, что сегодняшнее руководство Украины не способно принимать самостоятельные решения. Оно в полном объеме зависит от внешнего воздействия и готово действовать в интересах тех людей, которые оплачивают его существование. Наверное, можно говорить о том, что Российская Федерация доведет те цели, которые запланировала до логического завершения. И в ближайшей перспективе говорить о мире с существующим правительством на Украине не приходится. Машинный двор – это сердце дубрового завершения. Вот слева дверь, там будет камера для покраски. Там зачистил, покрасил. Там зачистил, покрасил, зимой выездил. То есть это автомобили. Это автомобили. Там вот это вот здание, хранение комбайнов, все импортные техники на зиму, все-таки закрывается. Все подключено. Значит, здесь склад. Внутри еще надо работать, по косметике внутри. Но порядок идеальный и маленькая ремонтная мастерская для электрико. Значит, там у нас токарь, там у нас небольшие… Ну, понятно, для ремонта мастерские сотрудники. Для ремонта там где-то… Основная мастерская здесь. Да, сегодня все же не выкинешь. Ну, вот сегодня здесь идут ремонты. Это плановые ремонты. Термоборочные техники. Ну, дворец, что тут говорили. Дворец. У тебя должно быть два машинных двора. Он их не развалил, огородил, привел в порядок. Там и техника может храниться какая-то. И ремонты какие-то, перестепенные, мелкие, текущие. А основные мероприятия с техникой он здесь проводит. Поэтому надо подумать. Структуру надо создавать соответственно. Ну, разумно подойти к другому. Он постепенно создавал свое хозяйство, постепенно присоединяя, что-то добавляя. И хороший результат. Мы можем говорить, что мы видим прогресс. Реальный прогресс. Причем это прогресс не только технологический. А это прогресс сознания людей. Людей, которые занимаются каким-то делом, пытаются что-то продвинуть. Наконец-то специалисты, руководители, да и, наверное, рабочие, рядовые, рабочие служащие начинают понимать, что если они не будут вкладывать определенные усилия, если они не будут заботиться об этом как о своем, то есть поменяют отношения, то что это государственное, не мое, или там директора, хозяина, а что я? Пришел, отработал, деньги получил, ушел. Когда, наконец, начинают люди понимать, что если я буду вкладывать, и отдача будет больше, так а почему нет? То есть, наверное, с одной стороны, самосознание меняется, и сознание вообще, ну, я надеюсь. С другой стороны, надо говорить о том, что мы не будем говорить, что у нас все хозяйства такие замечательные. Есть хуже, есть лучше, но отрадно уже то, что есть те хозяйства, с которых можно брать пример, которые вставят пример, и мы знаем про этот рожанский комменаж, что президент его посещал не единожды, то есть, по-моему, уже несколько, третий раз, по-моему, посещение, и с каждым разом он, как бы, ну, то есть, явно получает удовольствие, для того, что он видит. Но еще у меня вот экспозиции именно как экономиста, как больше теоретика, я хотела сказать, что вот все эти посещения президента и все то, что он говорит, это еще раз доказывает то, что мы, как теоретики, как преподаватели, утверждаем. Теория и практика связаны неразрывно. И вот эти, так скажем, подход президента, подход главы государства, это, наверное, и укор тем руководителям, которые считают, что вот эта вся занудная теория, в кавычках, она никому не нужна, она оторвана от жизни, и будем делать, как хотим. Президент делает такие акценты, когда становится понятно, что если бы наши руководители чуть больше времени уделяли бы изучению менеджмента управления, как хотите это назовите, то все то, что он приводит сегодня в пример вот таких положительных результатов, они увидят, что это результат как раз-таки эффективного внедрения теории в практику производства. Ну, если мы берем вот Оршанский комбинат. Был акцент на то, что с точки зрения соотношения затрат и прибыли, то есть с точки зрения эффективности там все хорошо, с точки зрения отношения к самой структуре организации данного производства все отлично, и был поставлен вопрос об укропнении таких комплексов. То есть все эти три составляющие – это ничто иное, как одна из концепций управления, так называемый lean, lean manufacturing еще называется. То есть это такое направление, которое говорит о том, что если вы все ресурсы концентрируете на то, что необходимо потребителю, это необходимые затраты. А вот все те затраты, которые потребитель не воспринимает, это действительно затратная часть, и она лично ваша. Надо сказать, что эта концепция возникла в компании Toyota. И понятно, что это относилось только к промышленности, то есть это как раз такие тяжелые периоды для Toyota, когда надо было и выдержать тяжелую конкуренцию с американским производителем, сэкономить затраты, но при этом остаться на плаву, и не просто на плаву, а показывать хорошие результаты. То есть это прежде всего качество. То есть когда мы говорим про концепцию lean manufacturing, то мы говорим о чем? Что предприятие четко понимает, что если эти затраты связаны с тем, что необходимо потребителю, например, повышение качества продукции, улучшенное сервисное обслуживание, на этом нам денег не жалко. Но если это затраты связаны с перемещением товара, со складскими запасами, с браком, неправильной логистикой, потребителя это не интересует, это ваши внутренние проблемы. И поэтому вы должны заниматься тем, чтобы их минимизировать. Вот, пожалуйста, это явное, на данном предприятии, явное применение вот этой концепции, когда все прекрасно понимают, что если мы будем акцентировать свое внимание на повышении всеобщего качества, тогда будет доволен потребитель, мы будем показывать хорошие результаты. Надо там обменять кого-то, что-то, вон, ребят повытаскивали, вы видели. Нас попросили, мы подключились к этому, помогли, чем могли, людей освободили, которым на Западе там пожизненное заключение. Правда, на этом кто-то авторитет свой, типа президента США набивает, хоть он к этому не имел никакого отношения, никакого, спецслужбы вели эти переговоры, даже дипломатов не подключали, но договорились, что тихо будем делать, начали орать на весь мир. Это делается тихо, это жизни людей, поэтому мы мудро будем поступать, так, как выгодно для людей. Все хотят жить, и любая война, она, в общем-то, подразумевает гибель. Но эти люди, которые были обменены, во всяком случае, со стороны западных стран в Россию, по большому счету, это те люди, которые честно выполняли свой долг в интересах Российской Федерации, в интересах своего государства, в интересах своей Родины. Поэтому со стороны России это очень сильный шаг с точки, так скажем, поднятия духа собственных людей, собственных бойцов, формирования парадигмы о том, что никогда никого не бросят. И сделают все возможное, чтобы вернуть домой, чтобы спасти людей, которые честно выполняют свой долг в интересах страны. Это очень сильный позыв. Обратите внимание, кого отдали в Россию. Это разведчики, это те люди, которые выполняли серьезные задачи в интересах России, это один журналист, который, в общем-то, имеет малое отношение к России, но попал в эту компанию, потому что его незаконно держали в Польше. И держали долго, в общем-то, никаких претензий к нему не выдвигая, хотя он гражданин Испании и гражданин России, хотя выходец из России. И, в общем-то, это журналист, который работал в интересах собственного издательства. Соответствующие были заявления со стороны, так скажем, журналистского сообщества в его защиту, но в польской стороне было все равно. Это еще раз демонстрация того, что нету людей, которые могут быть уверены в своей безопасности. В Европе, которая на каждом углу рассказывает, какая она демократичная, как она защищает права человека. Вот это яркий пример. Кого отдали с нашей стороны? Ну, наверное, я сразу вспомнил Кригера, да? Смысл в каком? Это немец, который приехал к нам в страну и попытался совершить диверсию. И не только пытался, он все для этого сделал. Рассказ дяденьки под два метра с малым количеством серого вещества в голове, что он не понимал, что он делал, это никому не интересно. Если он такой идиот, извините за выражение, то приехать в чужую страну и попытаться взорвать поезд, и потом плакать и говорить, я хочу встретиться с собственной девушкой, да с Богом, пусть он едет куда угодно. Если за это отдают нормальных людей, которые на самом деле служат Родине, я только готов аплодировать Александру Григорьевичу Лукашенко, который принял такое решение. Мы бы его всей страной кормили бы долго и радостно. Да, он приговорен к смертной казни. Но на протяжении многих лет мы бы его еще кормили, поили, содержали в собственной тюрьме. Зачем? Да, он совершил все эти деяния. Да, он недалекий человек. Да, он по всем определениям преступник. Преступник. Но, опять же есть но, слава Богу, никто из наших граждан не пострадал. В этой ситуации акт милосердия, по-другому его нельзя назвать с точки зрения Республики Беларусь. Этого человека отдали. Из-за него получили соответствующих граждан Российской Федерации, которых передали к нам. Еще там ряд товарищей, которые поддерживали Навального, это с Россией, но по большому счету это агенты влияния. И Россия ничего не потеряла, отдав этих людей на Запад. Пусть они там живут, пусть они там исходят желчью, самое главное, что вернули своих. И это отдать должное впервые с момента завершения Холодной войны такой большой обмен. Это большой обмен, очень большой. прекрасно отработали спецслужбы, прекрасно отработали представители, наверное, дипломатов все-таки, тут без них тоже никуда не денешься, продуманы маршруты, продуманы соответствующие точки, Турция выполнила свою миссию, как страна, в которой все это произошло. Ну а дальше каждый встретил своих героев по-своему, как им положено. Если Россия с почетным караулом, с соответствующим приездом президента и высших должностных лет страны, то Германия с канцлером тремя словами о том, что дальше мы будем поддерживать демократию, и что они все невинны. Вот давайте только вот это уже не говорить. Каждый из них получил свой срок и получил его по соответствующим уголовным статьям. В соответствии с конвенцией о защите прав человека. Все формальности были соблюдены. Поэтому говорить о том, что эти люди невинны, это просто ну как это просто некорректно. Назовем это так. Соединенные Штаты тоже обратите внимание. Они получили всех разведчиков. Тех людей, которые реально выполняли задачи на территории страны. Их встречал президент. Их было немного, но они были. То есть каждая сторона решила свои задачи. Но главное в этом не это, не обмен. Главное заключается в том, что до сих пор существуют необходимые коммуникативные связи. Это первое. Второе. Стороны готовы к диалогу и возможен диалог при наличии двустороннего решения и заинтересованного. Вот, наверное, это яркая демонстрация, именно демонстрация возможности решения столь сложной задачи при наличии заинтересованности. И вот этот обмен, в общем-то, он предшествовал этим событиям в Курске. На мой взгляд, показал, что реальность подобного развития обстановки. И разговор о мире, который проецировали все стороны, он был якобы подтвержден этим обменом в том числе. В общем-то, можно было надеяться на продолжение. Но, видимо, те, кто заказывает музыку и режиссирует геостратегические процессы, посчитали, что еще рано. Не все деньги заработаны, не все цели достигнуты и собственные задачи решены. Главное, посев, это искусство. Если он и агроном, а не только механизаторы за это будут отвечать, на краю поля стоят, ты же знаешь, как это, тогда посеют как надо. А нет, я вот сверху лечу, значит, а грехи бешеные, то есть сейлка где-то сработала, где-то нет, механизатора послали на планерке, иди то поле посеять. Ну, он и сейл один. Никто не контролировал, никто не смотрел, а надо качественно посеять. Это главное. Хотя, я смотрю, все главное сейчас. Пахать мы разучились, посмотришь на поле, одни гребни вот так. Это что, плуг не отрегулирован. Вернули плуги. Плуги надо поставить на ровную площадку, подкрутил, подвинтил там на тракторе, отрегулировал по горизонтали, по вертикали, и пошел, чтобы ровно вспыхать. Тогда меньше обрабатывать надо. И беречь, беречь. Чтобы техника была нормальной, надо порядок, чтобы был на машинном дворе. заехал в одни ворота, выехал в эти ворота. Жесточайший контроль. Инструмент вот той концепции ЛИНа, о которой мы говорили, это так называемый, инструмент называется ТПМ. То есть, это всеобщее повышение качества обслуживания, качества технического оснащения. То есть, здесь говорится о том, что если, там же как раз шел вопрос о том, что снижаются издержки за счет эффективной организации всех служб, которые занимаются посевом в итоге, то есть, земледелием. Поэтому направленность на то, что если техника будет исправна, если устранены будут неполадки, если в поле выйдет уже готовый, подготовленный персонал на технически исправном оборудовании, то и весь остальной процесс пойдет более гладко. И опять-таки здесь президент тоже говорит, учите, называя это, как это когда-то говорили, учите матчасть. То есть, если вы будете качественно подходить к самой организации процесса, уделять ему внимание, относиться к этому как к составу, это база, это база. Когда вы выходите в поле, у вас не готово оборудование, люди не понимают, что с этой техникой делать, либо если с ней что-то случается, вы не знаете, нет этих мех дворов, которые быстро это отремонтируют, все, это простое, это нарушение качества, это пропустили сроки, не успели вовремя посеять, либо не успели вовремя собрать, кому от этого будет плохо? Будет плохо прежде всего, конечно же, этому хозяйству, трудовому коллективу, и в целом экономике страны, когда это мы все соберем по таким крупицам. То есть, опять-таки, та же составляющая, делаем изначально качественно, и тогда у нас будет меньше проблем потом, потому что базу мы сформировали, дальше можно идти уже и обращать внимание на более-таки глубокие какие-то, ну, или проблемы, которые проявляются, выпали, допустим, из поля зрения, но база есть, мы можем работать. Мы прекрасно видим, как сегодня наши страны пытаются рассорить и расколоть изнутри. Мы находимся под прессом незаконных, абсолютно незаконных односторонних экономических санкций. Против наших народов ведется перманентная гибридная война, и каждая из стран СНГ уже пережила хотя бы одну цветную революцию, которая по своей сути является попыткой государственного переворота. Может сложиться ситуация так, что любое из нас государство без вот этого единства не обойдется. И если мы сегодня это не поймем, с нами разберутся отдельно все. Но если рухнет Россия, мы в эту воронку все будем тянут. Наш президент предлагает отличный вариант рационального прагматизма. То есть, если у соседа загорелся дом, проще ему помочь его затушить, чем этот огонь перекинется к тебе. Это банальность, которая, в общем-то, описывает ситуацию. Второй момент. Вспомним 1917-е. История, она приводит отличные примеры, которые просто надо еще раз внимательно посмотреть. И для себя осознать, нужно ли нам возвращаться в те события, или делать выводы какие-то. И какие-то предпринять меры. Почему я вспоминаю 1917-е? Рухнула тогда точно так же Россия. А на окраинах что произошло? Финляндия отсоединилась, Польша отсоединилась, Белоруссия на нашей территории был бардак, Украина воевала. Помните? Вот вам и весь ситуация. Я уже не говорю про Дальний Восток, я уже не говорю про страны Средней Азии. Ведь это уже все было. Кому необходим хаос? Явно не нам. Вот этот самый главный посыл, который необходимо осознать. Я допустим готов в общем-то так прогнозировать, что большинство политиков это осознает на постсоветском пространстве. Я не включаю в это число представителей Прибалтики. Это уже давно совершенно другие люди. Именно руководство этих государств. они живут с другой парадигмой. Они живут совершенно с другой моралью. И нам не надо с ними равняться. А те, кто был, допустим, та же самая Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Грузия, Азербайджан, эти страны прошли через все испытания, которые уже были у нас. Я называю многие страны, даже не входящие сегодня в СНГ. Почему? Потому что есть исторический пример, есть исторический опыт и понимание народа, что можно погрязь в хаосе, можно вернуться к процессу, когда ты теряешь полностью контроль над процессами, происходящими на собственной территории, и по большому счету теряешь государственность. У нас уже достаточно состоявшиеся страны, это нам не нужно. И вот здесь голос нашего президента, который четко объясняет всем, на что нацелена сегодняшняя экспансия Запада, уничтожение России. Будет уничтожена Россия, порвутся все связи, которые нас объединяли на протяжении столетий. Эта территория, вся территория становится добычей, по-другому это не скажешь, тех, кто сюда идет, тех, кто пытается нас уничтожать. И это будет хуже, хуже, чем это было в сороковые годы, когда гитлеровская Германия во главе всей Европы шла уничтожать, грабить и порабощать. Сегодня это не гитлеровская Германия, сегодня это Соединенные Штаты, это вместе с ними Великобритания, хотя не поймешь ее четкую, так скажем, позицию, сил нету, а попытки есть. И опять же сарая Европа, опять, и разговор о том, что надо поделиться ресурсами, которых сегодня мало. А ресурсы где? Они в России, они в Азербайджане, они в Казахстане, они в Беларуси, у нас тоже есть кое-что называется. Они на Украине, которая уже распродает или распродала более, говорят, 50% пахотных земель, а ведь это лучшие земли вообще в Европе. Лучше нету, чем на Украине. То есть реально экспансия, она продолжается. И в этих условиях именно не допустить эту заразу к себе мы можем через возможности Министерства внутренних дел. То есть внутренняя обстановка, если будет стабильной, тогда мы можем обеспечить порядок в стране, работу экономики, функционирование всех общественных институтов и плюс к этому соответствующую защиту по внешнему контуру. И мы выстоим. Но всегда это лучше делать вместе. Если где-то появится один слабый элемент, за ним может посыпаться системы в различных странах. и у нас может не хватить сил, объединенных сил для нормализации обстановки. А пробовать на зуб нас будут. Пробовать нас перевернуть будут. И мы уже не один раз об этом говорим. Но мы к этому готовы. Комплексы, комплексы, еще раз комплексы. Надо забыть об этих фермах. Три года крайний срок все молочно-товарные комплексы должны быть как с иголочки. Они все должны быть построены. Поэтому молочно-товарные комплексы людей не так много, вы понимаете. Они хотят жить в нормальном жилье и работать на современных комплексах. Мы программу эту взяли, ее надо реализовать. Но корма не обсуждается. Траншеи, сенажные и тот, кто сегодня у кургана или в какой-то ров выкладывает корма это плохо. Надо, чтобы корма заготавливалась как следует. Возможно, когда-то мы еще к чему-то перейдем. То есть методом проб, ошибок, методом научных исследований, подведения научной базы испытаний, да. Но на сегодняшний день все это связано с модернизацией. Опять-таки, возвращаясь к управлению, к менеджменту, сам термин модернизация связывают с таким достаточно известным ученым Вебером. Именно он говорил о модернизации как не просто о каком-то процессе придумать что-то новое. Не просто придумать что-то новое, а он говорил как раз о том, чтобы взять все лучшее, отмести то, что мешает людям нормально работать, производить качественную продукцию, и в это же время, естественно, мешает развиваться экономике. То есть сегодняшняя экономика без вот такого подхода к модернизации, как к процессу, который должен быть обязательно совмещать исторические корни предпосылки и современные тенденции, сегодня это невозможно. Вот эти молочно-товарные комплексы это как раз таки пример модернизации. Мы берем все лучшее, что у нас было, ставим это на рельсы современности, применяем новые современные подходы, современные технологии и управляем уже глобальным процессом, который нам позволяет получать то, что сегодня экономике необходимо повышенную добавленную стоимость. Мы должны понимать для себя, наверное, уже все это поняли, добавленная стоимость это уже такой термин, он достаточно уже теперь часто применяется, что чем глубже переработка, глубже обработка, чем сложнее изделие, продукция, которую мы даем на рынок, тем больше добавленная стоимость, то есть тем больше прибыли получаем мы и соответственно в целом экономика. То есть это действительно такой тренд, тренд на модернизацию, который у нас, слава богу, президенту благодаря его усилиям, потому что все время вдавливалась в голову, да, все время от сам по полям ездит, смотрит. Но если менталитет у нас такой, если надо все проконтролировать, если надо показать, если надо доказать, что это правильно, там, крепким словом, достаточно возможно не очень популярными действиями, но тем не менее оно же работает, люди начинают шевелиться, а как только человек понимает, что специалист, что он действительно вот при таком подходе он может получить больше прибыли, а это и его доход, и доход его семьи, и он понимает, что надо, это движение вперед, это приносит свои результаты, как оказалось. Сегодня Китай признанный лидер в области инноваций. Именно в Китайской Народной Республике реализуется технологическое мегапроект. Вы создали собственную систему глобальной навигации, вы построили самый большой в мире телескоп, вы сконструировали китайскую орбитальную станцию и широко фюзеляжный самолет, Китай лидирует в производстве аккумуляторов, солнечных батарей, высокоскоростных поездов, электромобилей и другого. Беларусь со времен Советского Союза сохранила самые высокие компетенции в микроэлектронике, машиностроении, космической отрасли. В этом году на Международной космической станции отправлен первый белорусский космонавт. Мы входим в число ядерных держав и имеем огромные научно-технические возможности, в том числе IT-сферу. Предлагаю определить стержневой задачей правительства двух стран на среднесрочную перспективу до 30-го года реализацию большого прихода китайских технологий в нашу республику. Развитие Беларуси мы видим в сопряжении с концепцией новых производительных сил Китая на основе технологий инноваций и качественного человеческого потенциала. разумеется, вместе мы способны на многое. Начнем с того, что экономика, как бы это ни было уже, я не знаю, банально, но основа любой государственности. Именно экономика позволяет создавать все, обеспечивать жизнь людей, создавать задел для обеспечения национальной безопасности, создавать все богатства, которые есть в стране. Если у страны нет нормальной экономики, то она не то, что страна второго, она страна третьего мира. И обратите внимание, что все экспансии в первую очередь основывались на экономическом могуществе. и Запад на протяжении наверное последних 500 лет как минимум выигрывал именно за счет экономического превосходства. То это были паровые машины, до этого там были другие направления, то есть технологии. За счет технологии Запад создал мощнейшую колониальную систему выкачивания ресурсов из других государств. по большому счету туземцам привозили бусы, у них забирали золото, бриллианты, дерево, живую силу, людей в обмен вот на эту. То есть на какие-то топоры, ножи, бусы, как мы говорили. Вы вспомните, как в Манхэттен купили. Вот и вся ситуация. И острова некоторые в новом свете, так скажем. То есть технология позволяла на протяжении столетий диктовать свои условия туземцам. К туземцам были отнесены все, включая и нас. И вдруг сложилась удивительная ситуация. На определенном моменте капиталисты заигрались, по-другому это назвать нельзя, и посчитали, что располагая всеми рычагами воздействия и манипулирования в сфере экономики, финансов, корпоративной этики, сложившихся правил, эти страны посчитали, что на собственной территории слишком дорого развивать экономику. И взяли страны третьего мира, в первую очередь Китай, с его огромными людскими ресурсами. им было выгодно там разместить свои промышленные предприятия достаточно высокого уровня, отдать должное Китаю. Он очень внимательно выждал необходимый момент, он очень хорошо и быстро учился всему, что было на его территории. И в определенный момент от обычного простого выполнения простых мероприятий и копирования он перешел к производству и воспроизводству. То есть страна набрав определенные силы, набрав определенный опыт, начала самостоятельно генерировать технологические новшества. То, что всегда было прерогативой Запада. И отдать должное это не только Китай сделал, сделала Россия. Не во всех областях, но в части областей у нее появились существенные прорывы. Мы можем сказать о том, что и мы, белорусы, успели что-то сделать свое, используя, так скажем, потенциал Советского Союза. Это появилось в Индии, это появилось в других государствах мира. То есть экспансия технологическая сегодня не позволяет, точнее бы, она позволила, но появились новые центры, генерирующие идеи, новые центры, которые начали самостоятельно развивать соответствующие ноу-хау. И наверное самый серьезный момент, когда китайские продукты и производство сумело производить качественные вещи, востребованные во всем мире. и эти потоки начали работать. То есть определенные компетенции потеряла Европа, что-то потеряла США, а Китай генерировал, другие страны генерировали и без этой продукции бывшие так скажем метрополии колониальные уже сегодня не могут. Без потока товаров из Китая Европа жить не может, они об этом говорят, они зависят в определенной области. Да, это длительный был процесс, это десятилетие, но завершилось самое страшное, завершилась гегемония технологическая Запада. И сегодня появились новые центры, способные генерировать не только ископаемые, не только выполнять простую работу и функционировать заводы на их территории, появились генераторы идей, появились новые технологии, которые никоим образом не хуже, чем западные. То есть появился паритет технологический, того, чего не было столетия. И вот этот момент сегодня уже никто не может остановить. Это, как я всегда говорю, диалектика. Когда государство начинает генерировать собственные идеи, собственные технологии, она видит, куда их вкладывать, каким образом из этого получать капитал, и она становится свободно от давления извне. этот момент запад проспал, назовем это так. И сегодня пытается любым способом прыгнуть на следующий технологический уровень. Не зря говорят о шестом технологическом, так скажем, уровне. Некоторые уже говорят про седьмой, но наверное шестой, дай бог это сам, но самое главное не в этом. Самое главное, что уже сегодня они понимают, что в некоторых областях они становятся в роли догоняющего, то есть не передовиков, а догоняющих. Уже те технологии, которые их кормили на протяжении столетий, они сегодня могут быть куплены в других государствах. Не зря сегодня идет речь о искусственном интеллекте. И такие огромные деньги вкладываются в его развитие. Это та палочка-выручалочка, которая по мнению Запада сумеет вернуть все на круги своя. То есть за счет искусственного интеллекта сегодня пытаются сделать скачок в технологическом развитии и обеспечить собственное технологическое доминирование. Вы обратите внимание еще на такой момент. Сейчас очень серьезное направление полупроводники, соответствующие. Тайвань, как главный производитель всех этих электронных чипов, которые, да, туда было вложено миллиарды, но потихонечку Соединенные Штаты сейчас огромную программу на миллиарды долларов запустили три года назад, в 2021 году. Буквально за этим запустили китайцы такую же программу, запустили россияне, и в гиперзвуке Россия впереди планеты всей, и никто этого не может сегодня оспаривать. В космической системе они никоим образом не отстали. Допустим, в области искусственного интеллекта никто до сих пор не понимает до конца что есть у россиян. Но все боятся и четко понимают вот славянский менталитет он такой, что ничего не было, а потом вдруг откуда-то появилось. И уже в нашей жизни это было не один раз. То же самое касается рабовских систем. Ведь это высокие технологии с серьезнейшими направлениями. да, мы зачастую могли отставать в вопросах от ежедневных вещей. Может быть у нас не такие были качественные машины, может у нас не такие были качественные холодильники, но они нормальные, они работают по востребованному всем мире. Но у нас всегда было первоклассное оружие, у нас всегда были первоклассные программисты, у нас мощнейшая математическая школа, и мы не потеряли этих компетенций. А Европа вся потеряла. и тянет наших специалистов. Со всех сторон отдайте, дайте, дайте. Но время дайте закончилось. Появились у нас собственные возможности стимулировать развитие высокотехнологических отраслей нас в собственных странах. И это и Казахстан, это и Беларусь, это и Россия, это и Азербайджан, потому что там есть, я уже не говорю про Китай, про Индию, про Пакистан, А это та часть мира, которая прекрасно общается с нами. Поэтому, когда наш президент говорит о том, что мы готовы стать страной, куда придут высокие технологии Китая, по многим направлениям они сейчас впереди планеты всей. Мы за эти годы сформировали такой взаимный оборот и взаимопонимание во всех областях, что мы можем выступить страной, которая на основе достижений китайской страны, взаимовыгодных процессах, позволит сделать технологический скачок и нашей стране, и Китаю, как нашему, так скажем, союзнику. Это правильно. Зачем тратить десятилетия на то, что уже изобретено, если есть просто-напросто политическая воля и соответствующие, так скажем, договоренности межгосударственные. Если на это пойдет Китай, для нас это только плюс. Если завтра у нас кроме так скажем, сегодняшних марок машин появится что-то новое, почему бы нет? Если завтра у нас появятся суперкомпьютеры, которые будут востребованы во всем мире, это пойдет только на пользу всем, кто в этом процессе принимает участие. У нас есть и собственные технологии, у нас есть умные люди, у нас есть соответствующие мощности, которые может быть в какой-то мере не в полном объеме задействованы. Или задействованы не так эффективно, как хотелось бы нам. Да, мы готовы идти в новую эру, мы готовы взаимодействовать со всеми, кто с нами готов работать. И самое главное, мы не будем нигде ходить с протянутой рукой, потому что мы уже сегодня состоявшаяся страна. Наша задача перейти на новый экономический уклад с использованием науки, с использованием технологий, имеющихся у наших союзников и у нас, объединив это в единое целое и получив синергетический эффект, который позволит Беларуси быть не просто страной, так скажем, высокоразвитой, но войти в двадцатку стран мира, способных решать самостоятельно самые сложные задачи и уверенно смотреть в будущее. Жесточайшие санкции, тяжелейшие времена, нам приходится не просто произвести, произвести, мы научились, а продать это, у нас открытая экономика, мы больше пятидесяти процентов, до шестидесяти мы продаем, то, что производим, для чего продаем, для того, чтобы жить. Деньги надо заработать. Меньше половины мы потребляем, открытая экономика, и мы страдаем очень серьезно, все страны с открытой экономикой очень страдают от этих санкций. Я это говорю к тому, чтобы вы поняли, что мы живем в сложнейшее время, я не говорю о том, что на юге у нас война идет, что эти бешеные на западе там готовят против нас, мы должны это держать в поле зрения, что нам надо в этой ситуации страну, махину эту, сейчас маленькая Беларусь, она не такая маленькая, когда занимаешься ею в целом, вот эту всю экономику, эту махину надо развернуть с запада на восток, надо обеспечить, чтобы тебя приняли на востоке, слава богу, у нас это получается, но это тяжелейшая работа, я хочу, чтобы вы понимали, что страна живет в очень тяжелый период, вопрос или, или. Как раз один из акцентов в этой речи главы государства был в том, что мы повернулись на восток, и он, как он там сказал, слава богу, у нас это получается, но насколько это для нас сложно, действительно так, с одной стороны нас поставили в такие условия, с одной стороны, когда для нас закрылись европейские рынки и наши вроде бы как надежные партнеры стали недружественными партнерами, и вроде бы как у нас не осталось выбора, хотя я бы сказала, мне больше нравится, это был наш выбор, мы могли, наверное, по образу, подобию наших некоторых соседей встать на колени и ползти, не поднимая головы, но очень хорошо, что республика Беларусь выбрала другой путь, да, нам сложно, но мы все-таки попытаемся, и вот этот разворот на восток, это с одной стороны, с другой стороны, и я это повторяю уже и достаточно давно, сколько лет ставилась задача перед нашими предприятиями диверсифицировать рынки, сколько лет нашим предприятиям задавали, так скажем, не задавали, повторяли одну и ту же поговорку, нельзя хранить яйца в одной корзине, да, Россия на стратегический партнер, безусловно, она подставила нам плечо, и в общем-то мы в таких достаточно схожих условиях сегодня находимся под потоком санкций, но, конечно, в Россию легче, но надо открывать новые рынки и новые ниши, потому что в той же Российской Федерации, во-первых, и свое производство, и оно тоже выходит из этого состояния, с другой стороны, очень много, куда бы ни пришли наши предприятия, нас встречают наши партнеры Китайской Народной Республики, которые там уже давно и очень плотно находятся, они первыми, но они всегда очень остро реагировали и очень быстро реагировали на освобождающиеся ниши, у них это в крови, вот это их восточная такая практика, поэтому вот это два момента, с одной стороны, заставили, с другой стороны, это необходимо было делать, потому что нужны новые рынки, нужны новые регионы, да, это сложно, почему? Это увеличение логистических издержек, то есть сейчас расхожая фраза, все уже знают, что логистика очень сложная, это незнание во многом менталитета и непонимание, куда мы идем, восток, дело тонкое, да, с чем мы туда можем прийти, что от нас там хотят, это во многом случаи и недостаточное понимание, в том числе и руководителями предприятий некоторых, того, что это, с чем мы туда должны идти, недостаточное, так скажем, внимание к исследованию, глубокому пониманию этих рынков, в том числе и через состояние международной экономики, понимая страны в этом мире, понимание той страны, в которой мы идем в этом мире, то есть недостаток знаний, недостаток все того же образования, о котором мы говорили, когда мы теорию отметаем, и мы на практике будем все решать. С востоком на практике это, ну, громко сказано, их надо понимать, что им надо. У нас есть очень много точек соприкосновения, безусловно, но есть вещи, которые мы понимаем по-разному, даже в той же практике ведения переговоров, подписания контрактов, есть определенные моменты, которые мы должны понимать. Культура делового общения, культура потребления, необходимость тех или иных товаров. Поэтому поворот на восток это наш многовектор, спродолжение нашей многовекторной политики. только вектор у нас теперь сместился на дальнюю дугу, страны дальней дуги и страны глобального юга, которые сегодня уже называют, так скажем, большинством, мировым большинством этот глобальный юг. Абсолютно правильное направление, и мы должны идти именно в этих направлениях. Возможно, когда-то Европа вернется и придут, возможно, мы дождемся возвращения наших премиальных рынков, но санкции просто вводятся, но не снимаются. То есть снятие санкций это такая скорее утопия. Такого не скоро это произойдет, если будет происходить, очень тоже болезненно. Понятно, что мы в этом надолго. Но жить надо, а что самое главное развиваться надо. Еще один момент развиваться для того, чтобы не не отстать. Потому что мы можем продавать опять-таки в Россию, мы туда все продадим, там с удовольствием возьмут. А развитие? Если не будет вот этого драйвера, драйвера, желания расти, развиваться, то мы будем плестись в хвосте. Мы ничего не добьемся, и все то, что мы наработали за это время, то, к чему мы сегодня пришли, оно уже будет работать, так скажем, против нас, потому что оно станет нашим балластом. Мы перестаем развиваться, мы прекрасно понимаем, что без развития нет движения, нет будущего. Идеология в любом государстве всегда была. Вот они решили вернуться к нацистской идеологии. А нам не надо никуда возвращаться. Наша сегодня идеология, даже если мы ее отрицаем, что это плохо, идеология не может быть, она основана на вековом фундаменте. Ни Путин, ни я ничего не придумали, когда говорим о традиционных ценностях. Мы ничего не придумали, это было всегда. Поэтому нам ничего не надо на них смотреть и бояться. У них надо брать лучшее, то, что нам выгодно. Вот я вам просто советую на это бешенство просто не обращать внимания. Ну, может, где-то через запятую, как пример, проводить безумство этого Запада и Европейского Союза. И до чего они могут довести этих своих сателлитов, которые не играли в истории и не играют сегодня никакой роли. Идеология это такое всеобъемлющее понятие. не надо говорить только о том, что сегодня идеология фашизма приоритет. Она не в открытой форме используется. Да, идеологию трансформировали. Идеология фашизма, ее главная суть в чем? Суть ее заключается в том, превосходство. А превосходство всегда было заложено в европейскую действительность. ну, будем откровенны, никогда они нас не считали себе равными. Да, это было притушено, да, это где-то было придавлено, скрыто, но как только закончилась война 45-го года, тут же началась подготовка к следующей войне. И главная идея в нем заключалась, в это, суть идеологическая была в том, что там унтермэнши. То есть, мы с вами все равно не до человеки. Расчеловечивание какого-либо народа, это и есть суть фашизма. Все остальное это к ней добавляет. Мелкий человек, его сознание, то есть, кто-то должен себя почувствовать свое превосходство по отношению к кому-то. И эта идея на протяжении столетий воспитывалась и подкармливалась в Европе. Она же, эта идея, на протяжении многих лет господствовала в Соединенных Штатах. Только она по-другому называлась. Это, допустим, было такое понятие кукусклам, помните? Тоже негры, белые, хотя сейчас негры-то ругательное слово, якобы. Но суть не поменялась. Ведь и Соединенные Штаты разделены по этому принципу в том числе. Высшее общество очень сложно попасть к тому, кто имеет несоответствующий тип лица, несоответствующую родословную и так далее. Ну, на эту тему. Все это привнесено на почву Соединенных Штатов из Европы. Великобритания, Франция, Германия, другие государства. И оно там культивировалось. Сегодня к этому возвращаются. Для чего возвращаются? Нужно получить соответствующую базу. Сегодня уже нету большевиков, которые были вечными врагами соответствующего капитализма. Нету. Что придумать? А вот тут и начинается придумка следующая. Они другие, мы с вами другие. У нас другие идеалы. Конечно, у нас другие идеалы. Мы не воспринимаем гомосексуализм, а ведь это сегодня вложено в нормальность. Это сегодня культивируется, это сегодня говорится о том, вспомните событие на Париже, Олимпиада вот только закончилась. Ведь по-другому как торжество сатанизма это назвать нельзя. Это самое такое простое словосочетание, которое может описать все, что там происходило. Бог с ним с трансгендерами, которые там бегали. Бог с ним с поддержкой всех европейских правительств. Бог с ним состранением наших спортсменов. Но все это элементы одного идеологического порядка. Это попытка вычеркнуть наши государства из сегодняшней повестки. Создать образ врага в нашем лице. Вернуться ко временам холодной войны, когда любые финансовые вливания, любые события могли быть просто объяснить. Их было просто объяснить. Там враг, чтобы уничтожить врага, все способы хороши, все средства востребованы. То же самое сегодня пытаются сделать, но в новой реальности. И для этого появляется интернет с его вкладками, с его постоянным повторением определенных нарративов. Обратите внимание, вы сейчас откройте даже вопрос, связанный с межличностными отношениями или межполовыми отношениями. Вам сразу же вот такое огромное количество ссылок получится, где сказано, что однополая любовь это хорошо, ей тысячи лет, что она практиковалась чуть ли не с Египта и так далее. Такое ощущение, что вот это заказные вещи, которые специально вкладываются нам в голову. Появляются люди, которые просто-напросто им с детства вбиваются в сознание, что рядом с ним враг. Вот яркий пример это Украина. С книжками написанными, с песнями соответствующими, с памятниками Бандере, Шухевичу и так далее, и тому подобное. Но тут же вычеркивается то, что они творили тысячи убитых, растерзанных, уничтоженных зверскими методами людей. То не люди. Вот это самая идея, которую пытаются вложить в головы нового поколения. И самое страшное, что им это удается. потому что если ребенку с самого раннего детства рассказывать, что вот это хорошо, это плохо, это черное, это белое, у него складывается система приоритетов. И эту систему приоритетов десятилетиями готовят. И в этой ситуации остается одно, переучить его уже нельзя. Вот как уже сделано на Украине. уничтожать тех, кто не передается, не поддается переучению, переучиванию. Кстати, за вот эти два года, наверное, основная масса этих людей уже покинула мир этот, ушла в мир иной. Как они говорят, небесную сотню пополнила. Может, там еще и не сотня должна быть, но это страшно. Вот в этом суть нельзя человеку изменить сознание, не допустить этого. А и об этом речь нашего президента. Нельзя вложить в сознание человека те основы, которые позволяют ему вести себя как подонку, как садисту. В нормальность переводят то, что десятилетия назад вообще нельзя было воспринять в воспитанном обществе, даже не воспитанном. Но если в законе написано, что фашизм якобы осуждается, в том числе в Германии, в том числе во Франции есть, но в Италии уже разрешили зиговать, уже это реально, то есть вернулись. И вот эти вопросы потихонечку вкладываются в сознание собственных граждан. И появляется опять новая реальность, новая, так скажем, информационный пузырь, в котором они живут по собственному, так скажем, правилам. Пусть живут. Вот с этим я полностью согласен. Но этот пузырь не должен приходить на нашу территорию. Наше сознание, не хочу сказать, что оно должно быть девственно чисто, нет. Но мы должны своим людям, своим детям вкладывать нормальные, добрые парадигмы. То, чем у нас на протяжении тысячелетий формировалось то, что-то формировалось в нашем славянском обществе. Добро и зло, белое и черное, дружба и ненависть. Эти парные категории, они просты, но именно в них суть осознания и тех процессов, которые происходят в нашем мире. Если ты держишь слово, то ты словный человек и с тобой разговаривают. Если ты говоришь одно, делаешь другое, значит, тебя просто-напросто вычеркивают из числа людей, с которыми можно разговаривать, в том числе вести диалог межгосударственный, политический диалог. и наша страна, Республика Беларусь, благодаря своим глубоким корням, благодаря глубоким моральным принципам, сегодня воспринимается в мировом сообществе как островок стабильности и островок так скажем порядочности во всех сферах. Посмотрите, как встречают нашего президента. не как просто должностное лицо, а как человека, который держит слово, как человека, который готов отвечать за свои слова. И самое главное, как человека, который умеет дружить, умеет помогать, умеет приходить в трудный момент на помощь, а это полностью вычеркнуто из сегодняшнего менталитета западного. Так что же лучше в этой жизни? Вот такой простой риторический вопрос. Или давайте снимем, так скажем, головной убор, поклонимся и скажем, что мы готовы жить по вашим правилам, или мы все-таки будем жить по нашим правилам, суть которых заключается, в общем-то, проста. Проста как мир. Давайте жить и не мешать жить другим. Находить взаимовыгодные решения. И, наверное, самое главное из всего этого, давайте уважать друг друга. Вот это те достаточно простые постулаты, которые могут лечь в основу будущего мироустройства. Того мироустройства, которое формируется на наших глазах. И в котором наша страна, Республика Беларусь, принимает непосредственное участие. Мы никого не заставляем как-то идти к нам, воспринимать наши ценности, но в то же время мы показываем, что мы готовы поделиться, мы готовы рассказать, как у нас, но мы защитим собственную ментальность. Это наш генетический код, который сформирован на протяжении тысячелетий. Мы так живем. Это принципы заложены в наше сознание. Их пытаются сегодня поломать. И этого мы допустить не имеем права. Время выбрало нас. Сегодня мы защищаем будущее страны, будущее народа, ментальную сферу нашего будущего сознания. Мы не имеем права здесь сделать неверный шаг. Сохранить собственные достижения, сохранить то, что нам передали наши предки. Именно на это направлены наши сегодняшние действия. Практически все. И в этом наша идеология. Сохранить и приумножить, не мешая никому, не создавая трудностей, но говоря со всеми на равных. И требуя к себе такого же отношения, как мы относимся к нашим соседям. А кому не имется, кто пытается так скажем остановить этот процесс, на них у нас есть и силы, и средства, и соответствующая готовность к диалогу. К диалогу. Если у них будут заинтересованность в разрешении проблем, которые у них возникли. Мы живем, жили и будем жить. У нас есть союзники, у нас есть друзья, а враги они всегда были, но мы находили способ преодолеть все трудности. Сегодня вопрос выбраковки крупного рогатого скота вынесен на самый высокий уровень. Комитет госконтроля докладывает почти повсеместно основное выбытие из-за болезни. Только за полугодие погибло 70 тысяч годлов. Среди них телят от рождения до полугода более половины. Почти 40 тысяч. Это вопиющее бесхозяйственность. Если когда-то у мужика в деревне погибала корова, это было трагедией вселенского масштаба. Сейчас почему-то привыкли прятаться за нормативами и стандартами. Жуть! Какие-то еще нормативы, особенно в Могилевской области, я слышу по подержу скота. Какие нормативы? что? Должен быть только один понятный стандарт. Здоровое животное, которое содержится в хороших условиях. И тогда не будет выбытия ни нормативного, ни сверх нормативного. Этот вопрос поднимается уже много лет. Причем даже была одна из фраз, что все, мы к этому больше не возвращаемся. Решить вопрос. Это же было в прошлом году. И опять к нему возвращается. Есть здесь два процесса. Это выбраковка, и пойдешь скота. выбраковка понятно, что когда замечают, что данная корова дает молока меньше, чем остальные, то ее плавно заменяют на более продуктивное животное. А вот падеж это то, что страшно, падеж это то, что непонятно. Можно сегодня, наверное, говорить, подход главы государства, что это такое развитие процесса гуманизации экономики. Когда мы говорим про гуманизацию экономики, мы имеем в виду, что надо заботиться о людях, об их благосостоянии, здоровье нации и так далее, для того, чтобы эта нация смогла идти вперед семимильными шагами, потому что они будут здоровы, они будут образованы. Так президент расширяет это понятие, и мне кажется, что гуманизация экономики направлена в том числе и на отношение к животным, в данном случае скоту. Он же говорит, к теленку надо относиться как к ребенку, это его фраза. То есть мы же с точки зрения гуманизации мы заботимся о своем здоровье. Мы прекрасно понимаем, каких врачей нам надо обойти, чьи услуги нам необходимы. Животным тоже нужны врачи. И нам надо прекрасно понимать, что ветеринарный врач, он должен быть всегда рядом с этим молодым, с этим маленьким существом, которое должно потом принести много пользы. Вот именно это отношение. Недавно было интервью с какой-то молочной фермы, где работают два индуса, которые приехали к нам, и с удовольствием там работают. Посмотрите, как отняться к животным. В Индии, коровы, священные животные. Они им дают имена богов индийских. Они с ними возятся там, как действительно с маленькими детьми. Они очень хорошо понимают, помнят ценность данного животного. Почему у нас так? Дело в том, что вы видите, что деревни уменьшаются, съеживаются, и сейчас в деревнях, так скажем, я не знаю насколько много личного стада, личных коров. Все уходит в эти укропленные молочные товарные фермы, потому что ухаживать уже достаточно пожилому населению сложно за котом. Все уходит на фермы. И действительно отношение какое-то. Одним больше, одним меньше. Но глава государства говорит, так нельзя. И здесь мы можем опять вспомнить еще один инструмент того же Лина это так называемый ТКМ, он тоже достаточно известный, Total Quality Management переводится. Всеобщее качество так и переводится. То есть качество прежде всего. Качество начиная с этого небольшого теленка срожденного, забота о нем для того, чтобы потом получить качественный продукт, качественно его реализовать и получить вот эту максимальную выгоду. То есть видите, мы опять можем свести все к этим теориям управления. и здесь еще раз повторюсь, я в этом уверена, что в данном случае глава государства колоссальный урок вот такой менеджмента дает всем нашим руководителям организации. учите, смотрите, мир это придумал для вас. Да, это было придумано все эти концепции прежде всего для промышленности, но они сегодня очень широко используются в сельском хозяйстве, потому что где никак не в сельском хозяйстве проблем хватает, потому что сельское хозяйство это то, что растет, дышит, то, что надо холить и лелеять, это то, что ходит, это животные, за которыми тоже нужен глаз на глаз. это не машину собрать, там конвейер, которого можно автоматизировать, он собрал машину, проконтролировал, там это качество можно наладить, а здесь живое, здесь оно дышит, здесь оно как бы движется, оно живет, и поэтому вот эта гуманистическая экономика, это отношение не только, чтобы люди были здоровы, счастливы, обеспечены, но чтобы они понимали, что братья наши меньшие, как в очень известном произведении, мы в ответе за тех, кого приручили, это должно быть во главе угла, мы должны это понимать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok